Сегодня произошел очень серьезный террористический акт в Владикавказе на центральном рынке. И, прежде всего, я хотел бы сказать вам, Тимураз Дзамбекч, и в вашем лице всем жителям Северной Осетии, что мы скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб, невинных людях в результате этого чудовищного теракта. Народ России вместе с народом Северной Осетии, потому как все, что произошло, это очередное проявление преступной активности бандитов, с которыми не может быть ни компромиссов, ни перемирий, ничего другого. Сегодня главной задачей, конечно, нашей является помощь пострадавшим, оказание всех видов медицинской помощи, как в Владикавказе, так и в Москве, в других местах, если это понадобится, но и оказание моральной и материальной поддержки всех погибших. Поэтому, прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования вам и всем, кто пострадал от этого чудовищного теракта. Давайте поговорим о тех мерах, которые предпринимаются. Мы с вами уже с утра разговаривали по телефону. Вы знаете, я дал поручение полномочному представителю, он сейчас прилетит для того, чтобы проводить все необходимые мероприятия. Также будут проведены все мероприятия по правоохранительной линии. Я дал указание ФСБ, Следственному комитету. Но это отдельная тема. Сначала давайте про людей поговорим. Пожалуйста, Томас Замикович, два слова вам, наверное. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Я вам сегодня докладывал по вашему поручению первые впечатления от того, что я увидел на месте взрыва и фабула вам известна произошедшего. На сегодняшний момент хочу вам доложить, что по предварительным данным мощное взрывное устройство составило около 30 килограмм в тротиловом эквиваленте. Машина не стояла на месте, она проезжала по улице и, проезжая мимо входа на центральный рынок, произошел подрыв. По данным, на данный момент, по данным, которыми я располагаю в результате докладов, погибших 15 человек, 90 человек раненых, в том числе 10 человек очень тяжелых. И, к большому несчастью, среди них есть дети, учитывая тяжесть ранений, все может поменяться. Оперативные доклады по этому поводу идут в МЧС России и в Минздав России. Как мне докладывают правоохранительные органы, они приступили к установлению лиц, причастных к этому подлому теракту. Работает оперативный штаб, медицинские учреждения делают все необходимое, чтобы спасти тяжело раненых. Меры по помощи семям погибших и раненым нами будут определены. Я полностью разделяю вашу реакцию на очередной подлый теракт на территории Северного Кавказа в нашей республике. В частности, я также сторонник жестких мер, которые должны неотвратимо последовать после того, что произошло. Наша республика, как и многие наши соседи, знают цену таким потерям. Но мы имеем достаточно воли, чтобы принять участие в любых мерах, которые примет руководство страны, для того, чтобы окончательно закончить этот ужас, подлость, которыми нас не перестают пока еще заставлять жить вот эти вот, извините меня, уроды. Я извиняюсь за эмоциональную сторону своей реакции, но я вижу, что и в руководстве страны такой же настрой. Мы получаем данные о том, что происходит в медицинских учреждениях, чем занимаются правоохранительные органы и спецслужбы. И мы сделаем все, чтобы минимизировать как физические потери, безвозвратные потери, так и настрой, который есть у людей в республике. Это резкое неприятие, осуждение таких терактов. Спасибо. Спасибо, Тимураз Замбекович. Это на самом деле абсолютно циничный теракт, потому что он направлен против обычного гражданского населения. И именно поэтому он выглядит наиболее отвратительным образом. Нам помимо всякого рода выводов, которые обычно из таких происшествий делаются, нужно сейчас оказать всю необходимую помощь. Поэтому у нас на связи два наших коллеги. Один из них министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Сергей Кожигеточич Шойгу. Сергей Кожигеточич, вам слово. Что сделано по моему поручению? Что вы сейчас предполагаете делать для того, чтобы помочь раненым? Дмитрий Анатольевич, по вашему поручению, я думаю, что уже вылетел. Он был в готовности за 15 минут до начала нашего совещания селекторного. Борт ИУ-76, медицинский борт, оснащенный модулями для эвакуации тяжело раненых. 20 мест на борту находятся и специалисты Министерства здравоохранения, и Института нейрохирургии. Также находятся бригады, которые обслуживают эти эвакуационные места. Я имею в виду медицинские бригады, как в медицинных катастрофах, так и из других ведущих вузов. Готовится сейчас к вылету туда второй борт для еще 20 раненых. Параллельно с этим здесь мы готовимся к приему больных. В аэропорт прибытия мы перебрасываем 4 санитарных вертолета для того, чтобы можно было не по дорогам, а по воздуху перебросить этих людей и в дни скорой помощи МИС Клифосовского, и в другие лечебные учреждения, где, естественно, есть площадки. Третья мера, которую мы делаем совместно с Минздравом, это сейчас мы в главных учреждениях Владикавказа установим специальное оборудование для налаживания работы в режиме телемедицины. Для того, чтобы здесь, в Москве, можно было собрать ведущих специалистов области травматологии и нейрохирургии и оказать максимальную консультативную помощь для всем пострадавшим и помощь тем врачам, которые работают сейчас в Владикавказе. Четвёртая мера – это мы приготовили резерв медикаментов и сейчас ждём информации от коллег из Владикавказа по необходимым медикаментам и, если это понадобится, по переброске необходимых запасов крови, которые также совместно с Министерством здравоохранения сформированы и готовы к отправке. Доклад закончен. Спасибо, Сергей Сергеевич. Значит, много тяжёлого раненых, и, конечно, надо подумать о методах транспортировки. Вы правильно сказали. В случае необходимости используйте вертолёты, другую технику, если это потребуется, если это необходимо по медицинским показаниям, но и по другим возможностям, о которых Вы сказали. Держите руку на пульсе, будьте в контакте с главой Республики Северная Осетия Алания, и оперативно принимайте решение вместе, конечно, с Министерством здравоохранения. Максим Анатольевич, что сделало Министерство, в каком сейчас состоянии люди, что предполагается в ближайшее время? Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как и было доложено в предыдущем докладе, специалисты ВЦМК «Защита» бортом МЧС направлены в Владикавказ. Это две бригады экстренного реагирования, это шесть специалистов. Кроме этого, полностью мобилизована работа многопрофильного медицинского центра в Беслане на 300 коек. Там работа вся организована и подготовлена. Сейчас в больнице скорой медицинской помощи, республиканской больнице и республиканской детской больнице находятся все пострадавшие, в том числе и, как было тоже отмечено, десять в крайне тяжелом состоянии. Специалисты будут отбирать людей, сейчас происходит эта вся работа, будут отбирать при необходимости эвакуацию в Москву. В Москве все центры, которые могут понадобиться для оказания помощи, также подготовлены. Это и Институт хирургии Вишневского, и ЦИТО травматологии и ортопедии, Институт Гельмгольца, потому что могут быть и глазные травмы, медико-хирургический центр Пирогова. Здесь в Москве все точки подготовлены и также готовы оказать всю необходимую помощь. Кроме медицинской помощи, уже подготовлено нами, сейчас мы его оперативно вносим, проект распоряжения о оказании материальной помощи пострадавшим. Это миллион рублей семьям погибшим, 400 тысяч тем, кто тяжело ранен, и 200 тысяч, это легко и средней степени повреждения. Такой проект распоряжения сегодня будет внесен в правительство. Доклад закончен. Естественно, все, что вы сказали, нужно доделать. И по медицинской линии, и по линии социальной поддержки. Это та, может быть, относительно небольшая поддержка, которую мы можем оказать людям в такой ситуации, потому что людей ничем не заменить, погибших близких, родственников. Но в любом случае все эти решения должны быть исполнены. Я поручаю правительству сегодня принять все необходимые распоряжения на сей счет. Тимур Зазамбекович, нужно, конечно, с людьми пообщаться. Я думаю, что сегодня и следственные структуры это будут делать. Но надеюсь, что и вы сможете собрать людей. Еще раз хотел бы, чтобы вы от руководства страны передали им наше сочувствие и передали, что мы обязательно сделаем все в поимке этих уродов, как вы сказали, этих мерзавцев, которые совершили террористический акт в отношении обычных людей, причем варварский теракт. И сделаем все для того, чтобы они были найдены, в которых происходит, наказаны в соответствии с законом нашей страны, в случае оказания сопротивления или в иных случаях были уничтожены. Я уверен, что мы сможем это сделать, но сейчас нужно, прежде всего, сконцентрироваться на помощи и поддержке пострадавшим. Я поэтому хотел бы, чтобы вы вместе с полномочным представителем, который должен сегодня прибыть к вам, Владив Кавказ, занялись именно этой работой. Я понял, Дмитрий Иванович. Обязательно все, что от нас зависит, будет сделано. Вам спасибо огромное. Спасибо. И до связи тогда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok